Воистину, братья и сестры, благ наш Господь! Благость Божью мы созерцаем в каждом дне. Я думаю, сегодня, находясь в нашем собрании, мы свидетели тому, что Бог к нам благ. И внимательный человек, внимательное сердце услышало то, что Бог сегодня к нам говорит, и убеждаемся в благости Божьей. Хочу предложить один текст Святого Писания, уже подходя к концу нашего собрания. 24 глава, Евангелие от Луки. Я буду читать с 13 текста, небольшой отрывок, краткие рассуждения, и мы закончим наше собрание. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 21 текст. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? «Они сказали ему, что было с Иисусом Назаряниным, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем, может, третий день ныне, как это произошло». Братья и сестры, я из этого отрывка хочу одну мысль или одно предложение выделить. На что обратил внимание Иисус Христос, когда Он подошел к этим людям? Мне было важно, что Христос обратил внимание на их внутреннее содержание, на состояние их сердца. Знаете, мы не можем видеть состояние каждого присутствующего или друг друга, но то, что невидимы, то видит Иисус Христос. Смотрите, Христос обратил внимание, я хочу, чтобы мы сегодня об этом порассуждали. Он говорит, о чем, идя дорогой, вы рассуждаете, от чего вы печальны? Братья и сестры, мы бываем печальны или нет? Нам это чувство знакомо? А мы можем видеть, когда человек другой печалится? В какой-то мере, да. Ну вот я смотрю сегодня в зал нашего собрания, кажется, печальных людей нет в лицах. Восторженные, радостные, воскресный день. Но я понимаю, что в глубине души есть у нас определенные печали. Бывает, у человека видно, насколько он радостный или печальный. И мы подходим к человеку и спрашиваем, а что у тебя на сердце, что случилось? Знаете, печальный человек обычно опускает взгляд, как-то так смотрит немножко печальные глаза. По глазам можно часто увидеть, человек печальный или нет. Мы бываем, мы скрываем эти печали, не даем виду, что у нас что-то на сердце. Знаете, Христос, мне нравится, что Христос увидел то, что у них внутри. Знаете, Христос, Он видит, Он знает. Бог знает сегодня, что у меня внутри. Я только вид создаю радостного человека, а может быть внутри у меня глубокая печаль. И вот Христос подходит к ученикам и говорит, к этим двум ученикам, которые возвращались из Иерусалима. Вообще события, которые происходили вокруг, они, кажется, были уже, печаль уже позади. Христос уже воскрес, уже нечему печалиться, переживания позади. Но у них на сердце печаль. Печаль от того... От чего печаль? От того, что они между собой говорили. Знаете, братья и сестры, вот чувство, я уже сказал, мы его скрываем иногда, но ученики, разговаривая, написанно, о всех событиях, как вы думаете, они друг друга вдохновляли, утешали, или этот разговор, он к чему их приводил? Он их приводил к состоянию печали. Вот то, что у меня на сердце, то я обязательно выдам. И бывает это не в многолюдном собрании. Чаще это, когда мы с кем-то лично разговариваем. Может быть, уединяемся, может быть, мы между собой общаемся. И вот теперь события, о которых разговаривали ученики, оно привело их в определенное состояние. Оно усугубило их печаль. Они возвращались из Иерусалима в Эмаус. Там Иисус Христос был распят. Там они лишились своего учителя. И вот, разговаривая о всех событиях, они пришли в состояние печали. Знаете, наверное, события, которые сегодня вокруг нас, они нас не вдохновляют. Они нас особо не радуют. Если мы будем говорить сегодня больше о том, что происходит вокруг нас, а сегодня для этого очень много причин, очень много поводов, очень много возможностей, сегодня очень много информации, которые пытаются проникнуть в наше сознание, загрузить наши мысли. И оно приводит людей в какое состояние? Оно вдохновляет. Оно человека, ну, как бы, приподымает дух его или погружает в состояние печали. Каких людей сегодня больше вокруг нас? Радуешься, если или печальных? Если мы выйдем за пределы Дома молитвы. Все, вся информация, все средства, они говорят в какой-то печали. И написано, люди будут издыхать от ужаса, бедствий, грядущих на Вселенную. Так говорит Писание. А Христос что сказал ученикам? А вы восклоните головы ваши, поднимите, приближается избавление ваше. Вы знаете, здесь Христос подошел к ученикам. Он вникает в их внутреннее содержание и видит, что они печальные. Знаете, вот когда у нас состояние печали, Христос рядом. Он видит наше состояние сердца. Я могу не понять. Вы можете не понять. Человек порой сам себе разобраться не может, что у него. Но Христос спешит к ученикам в тот момент, когда сердце их опечалено. Братья и сестры, бывают у нас печали. Печаль – это состояние уныния. Это какой-то внутренней боли. Это какие-то внутренние переживания, страдания. Они могут быть вырезаны разными обстоятельствами. Но если мы на них концентрируем наше внимание, если мы говорим об этом, может быть, друг с другом делимся своими печалями, мы их не освобождаемся от них. Мы их можем только усугублять. Ученики шли и рассуждали. О чем они рассуждали? А в общем-то о том, что произошло в Иерусалиме. О том, что они потом рассказывают Христу, был пророк сильный в слове и деле. Разве ты не знаешь? Его распили, а мы думали, мы себе представляли, вот так оно должно быть. Мы представляли, что Он восстановит Царство Израиля. И вот теперь они себе нарисовали такую картину, что сейчас должно быть вот так. А в нашей жизни бывает так? Мы себе так нарисуем, что у нас должно быть все хорошо, все прекрасно. Завтра мы поедем туда, там у нас вот это состоится, после этого у нас вот это будет. И мы себе порой такие планы настроим на годы вперед. А потом раз и не так, и не так. И это бывает, приводит нас в какое состояние? В состоянии уныния, в состоянии печали. Бог допускает для нас в нашей жизни печали. Для чего? Для того, чтобы мы могли обратить внимание на то, что Он рядом, и Он нас из этого состояния выводит. Печальны, потому что не оправдались их надежды. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет о двух видах печали. И об этом я тоже хочу сказать. Смотрите, 7 глава, 2 послание Коринфянам. Я прочитаю 10 текст. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот два вида печали. Апостол Павел говорит, есть печаль ради Бога. Как вы думаете, это хорошая печаль ради Бога? Положительно характеризует ее апостол Павел. А есть печаль мирская. Она что производит? Она производит смерть. Вот давайте посмотрим теперь, к чему мы больше склонны. Вот то событие, которое мы с вами прочитали. Это какая печаль была у учеников? Ради Бога это была печаль? Или печаль мирская? Она вела к смерти. Она вела к разочарованию. Они готовы были разочароваться в том, что они, в кого они верили. Христа больше нету. Его распили. И теперь они возвращаются печальные, рассуждая о всех событиях. И друг друга еще больше повергая в это состояние уныния. Это печаль, это печаль мирская. За какая печаль была у Каина? Вы помните, Каин сильно огорчился. Бог заметил это? Бог заметил, что в сердце Каина, он говорит, грех лежит у тебя все, у дверей сердца твоего. Ты опечаленный Каин. У тебя что-то произошло, но ты должен понять, что причина – это мирская печаль. Разве был Авель виноват в том, что Бог его жертву принял, а жертву Каина не принял? Не должна ли бы эти обстоятельства побудить тебя к переосмысливанию своих отношений с Богом? Знаете, когда человек не может радоваться благословению ближнего своего и от этого печалиться, эта печаль мирская. Она была у Каина. И Бог его предупреждает. Каин, пересмотри свое отношение. Поменяй свое положение. Тебе поможет сейчас печаль ради Бога. Эта печаль тебе сейчас не поможет, она тебя дальше удалит от Бога. Не прислушался Каин. Убил брата своего. И что? А печаль еще глубже. И пошел Каин от лица Божьего. Это не печаль ради Бога. Какой была печаль Саула? Подозрительно стал смотреть Саул на Давида с того дня, написано. Опечалился Саул. Стал смотреть подозрительно. И все ему казалось, что что-то Давид против него помышляет. И знаете, во что превратилась эта печаль, мирская печаль? Он восстал против Давида. Он стал преследовать Давида. Он стал подышать злобою против Давида. И в конце концов его печаль привела его к собственной смерти. Печаль мирская. Когда мы печалимся, друзья, об обстоятельствах. Когда мы не способны правильно воспринять свое внутреннее состояние. Сегодня, знаете, есть такое понятие или такое понимание вопроса. Ну, слово депрессия. Оно стало нам знакомо. Это не библейское слово. Но мне кажется, оно очень созвучно тому, о чем здесь написано. То состояние, в которое пришли ученики. То состояние, в которое пришел в свое время Иона, о котором мы сегодня говорили. Все слышали проповедь. Он опечалился. Он, написано, огорчился даже до смерти. Почему Иона? Да потому что Бог много милости. Бог несправедливый Бог. Бог должен был наказать Неневию, но Он ее помиловал. И теперь Бог выводит Иону из этого состояния. И помните, растение выросло, тень образовалась, а потом растение засохло. И Он огорчился, огорчился даже до смерти. Как человек, мирская печаль – это когда внимание вокруг меня сосредоточено. Когда я в центре, и все должно служить мне. И если не по-моему, тогда я опечален. Если не так, как я планирую, это печаль мирская. Это печаль мирская. Она никогда не закончится для человека хорошим результатом. Когда человек смотрит на Бога, он способен печалиться ради Бога. Еще одна мысль, друзья, печаль мирская – это печаль, когда мы не хотим покориться Евангелию, когда не хотим покориться Богу. Помните, богатый юноша пришел ко Христу? Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В общем-то, благочестивый человек, весьма по описанию Евангелия. Но вы помните, как он ушел от Христа? Он отошел, написано, с печалью. Какая печаль? Ради Бога или мирская печаль? Мирская печаль. Он отошел с печалью. К сожалению, Христос должен констатировать тот факт, что этот человек отошел с печалью. А потом Христос говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Он опечалился. Слишком узкий для него путь оказался Евангелие. Слишком тесные врата, которые Христос ему обозначил. И от этого сердце человека опечалилось. История этой говорит о том, что от Бога, друзья, если человек уходит, он уходит с печалью. Никто с радостью от Бога не уходит. Это мирская печаль. В сердце каждого человека Бог создал вакуум, который невозможно восполнить сотворенными вещами. Какими бы они прекрасными ни были. И Бог прекрасно знает, создав человеческое сердце, что человеку необходим Бог, как Отец Небесный. И вот тогда эта печаль, она поменяется на другого рода печаль. Печаль ради Бога. Братья и сестры, вот какой печали больше в нашей жизни? Об утратах, о потерях, об обстоятельствах. Уныние постигает нас. Почему? Мы печалимся о том, что происходит, или мы способны печалиться о наших отношениях с Богом. Вот это печаль ради Бога. Написано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Иными словами сказать, если мы правильно способны печалиться в нашей жизни, оно приближает нас к Богу. Не значит, что мы должны жить беспечно, ни о чем не думая. Наоборот, Писание говорит, что печали нужны нам в нашей жизни, потому что они нас приближают к Богу. Печаль ради Бога, она всегда носит временный характер. Она нам необходима. Бог допускает для нас обстоятельства, когда мы начинаем в себя заглядывать. Когда мы начинаем судить свои поступки, свои грехи, Бог обнаруживает их, оно приводит нас к сокрушению нашего сердца. Вы помните Давида? Какая печаль была на сердце Давида? Глубокое переживание о своем состоянии. Он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. День и ночь стяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Что это, друзья? Это состояние печали, состояние переживаний внутреннего. Давид способен был печалиться, но печалиться ради Бога. И вот Бог посылает Нафана. Созрел этот сосуд для того, чтобы сокрушиться. И Бог послал Нафана. Приходит Нафан, и что? И эта печаль превращается в радость. Эта печаль преобразилась. Давид способен был осознать, сокрушиться, покаяться. И к чему это привело? О, покаяние ко спасению. И потом Давид скажет, возрадовался дух мой о спасении твоем. Сердца сокрушенного ты не презришь, Божие. Братья и сестры, какая хорошая печаль. Бог посетил сердце Давида. И покаяние изменило его жизнь. Какой печалью способны мы наполняться? Печаль Анны. Первая книга царств. Соперница докучала ее. Печально было. Обстоятельства, кажется, вокруг, они абсолютно не давали никакой надежды. Но в своей печали она приходила в храм и молилась. Кажется, ничего не поменялось. И вновь она приходит для молитвы. И вновь соперница докучает. Обстоятельства не меняются. Но, смотрите, братья и сестры, Бог наблюдал за этим человеком. Бог наблюдал за Анной. Как она поведет себя в этой печали? Она вновь и вновь в смирении молится. Вновь и вновь просит у Бога помощи. И вот священник Илья. И, кажется, он добавил ей печали еще. Обвинил ее в том, чтобы она абсолютно не была виновна. Но Бог наблюдал за этим сердцем. Как она печалится? То есть, печаль ради Бога, она привела ее к радости. И побеседовала. И, написано, пошла домой и не была более печальна, как прошлые раза. Преобразилось сердце Анны в этот момент. И не была более печальна, как прежде. Знаете, вот Христос выводит из состояния печали. Как Христос вывел учеников? Вы помните эту историю? Когда Христос беседовался с этими двумя учениками. Теперь, когда Христос их выслушал, послушал все их переживания. Теперь, как помочь этим людям? Как их вывести из состояния вот этой мирской печали? И Христос, помните, говорит, он говорит, «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что написано в Писаниях». И написано, и начал от Моисея изъяснять им все сказанное о нем в Писаниях. «Вот источник». И, знаете, у них глаза открываются. Они вдруг начали сопоставлять все, что произошло до, что сейчас происходит, что в Писании написано. И когда все это они выстроили правильно, Христос им открыл глаза, и написано, они узнали Его. Братья и сестры, вот Бог дал нам, себя предложил. Бог дал нам Писание. Так должно исполниться Писание. И это вывело их в состояние печали и привело их к радости. Печаль ради Бога, она всегда заканчивается радостью. Оно заканчивается благословениями. Когда мы способны печалиться ради Бога, тогда, написано, апостол Павел говорит, эта печаль производит покаяние ко спасению. Печаль Петра. Знакомый нам образ в Евангелии. К чему привела эта печаль? Печаль привела его к радости. Печаль ради Христа, ради Бога. Она произвело свое действие. Знаете, событие, о котором писает апостол Павел в Пастании Коринфяна, касалось состояния церкви. Когда церковь грех в себе не судила. Когда там в церкви была проблема глубокая, о чем он пишет в Первом Послании Коринфянам. И Павел говорит, надо грех искоренить из церкви. И знаете, когда церковь заняла правильную позицию, они были печальны. И Павел об этом пишет во Втором Послании. А теперь, смотрите, вот печаль ради Бога, оно произвело, оно произвело, преобразило церковь. Грех был осужден. И потом апостол Павел говорит, «А теперь эта печаль, она в радость превратилась». Братья и сестры, когда мы судим в своей жизни грех, когда мы правильно относимся ко греху, когда мы способны каяться и признавать наши ошибки, наша печаль – это будет печаль ради Бога. Иногда мы печалимся по различным обстоятельствам нашей жизни. Может быть, это в семье, может быть, это в личной жизни, может быть, это в окружении нашем. Есть много факторов, которые сегодня провоцируют нас к этому, которые сегодня людей в депрессию погружают. Сегодня информации кругом очень много, которая бывает нас в состоянии такого внутреннего духовного кризиса приводит. Что это? Это мирская печаль. Она не принесет нам утешения и благословения. Христос говорит, печаль ради Бога, она имеет самые прекрасные результаты. У нас нет сегодня основания печали, самерской печалью. Христос воскрес, Он живой. Он сегодня с нами. Воскресший Христос идет рядом с двумя учениками, которые погружены в состояние печали. И как прекрасно заканчивается эта история. Они, написано, вернулись в Иерусалим и с радостью вернулись. Они приобрели то, что им было очень необходимо. Присутствие Христа в их жизни, оно лишило их этой печали. И более того, оно привело их к сознанию глубокой радости. Они уверовали в воскресение Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, у нас сегодня нет основания печалиться мирской печалью. А если это у меня на сердце? Если мое сердце сегодня печально, несмотря на все благословения вокруг, это значит, мне нужно прийти ко Христу. Печаль ради Бога – это сознание своей виновности. Знаете, сама печаль – это еще не покаяние. Покаяние – это изменение моего мышления. Это перемена моего отношения к Богу. Покаяние – это тогда, когда человек осознанно встает на сторону Бога. Когда в его жизни происходят эти перемены – это печаль ради Бога. Печаль ради Бога, апостол Павел говорит, она производит неизменное покаяние. То есть твердое решение, неизменное. Это осознанный шаг, когда я встаю на сторону Бога с тем, чтобы мне продолжать свой путь с Иисусом Христом. Поэтому, заканчивая, братья и сестры, наше собрание, я бы хотел, чтобы мы сегодня, размышляя о своем сердце, освободили себя от мирских печалей. Чтобы мы не были чрезмерно отягчены разными вопросами, которые сегодня окружают нас, но чтобы мы посмотрели на воскресшего Господа Иисуса Христа, который вот так близко подходит к нам и обращает наше внимание на себя, на Писание. Он тот, который дарит нам надежду. Он тот, который воскресший Господь. Поэтому, заканчивая наше собрание, мы будем Бога благодарить, что мы сегодня освобождены от этих печалей. А если мое сердце опечалено моим состоянием, если я сегодня переживаю о своей душе и вижу, что мои отношения с Богом неправильны, братья и сестры, печаль ради Бога – это хороший повод прийти к покаянию. Это хорошее основание помолиться Богу, попросить у Бога милости. И как Давид однажды написал, он говорит, я открыл устал свои, и ты снял с меня вину греха моего. Его печаль преобразилась в радость. Да благословит нас в этом Господь. Если кто-то желает помолиться, покаяться сегодня в собрании, Господь зовет, чтобы мы могли склониться в молитве покаяния и обратиться к Богу. Имеем мы эту возможность, мы призовем имя Господа, поблагодарим, склонимся и помолимся. Аминь.